Это «Вести утро» Карачаева-Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. В Сочи прошли всероссийские соревнования Кубок Кавказа по карате. Участвовало более 500 спортсменов со всей России. Наши каратисты привезли несколько медалей. Среди них две золотые, столько же серебряных и одна бронзовая. Сегодня главный тренер сборной карате Карачаева-Черкесии Хамид Тибуев расскажет моей соведущей Белли Джазаевой о том, как был организован турнир, о возможностях наших каратистов и к каким соревнованиям тренер готовит своих спортсменов. Доброе утро всем. Доброе утро, Хамид. Благодарю вас за то, что нашли время, приехали к нам в гости. И, конечно, я хочу вас сразу поздравить с очередной победой. У вас сразу несколько наград престижных на всероссийских соревнованиях. Это был Кубок Кавказа. Прошел он в Сочи. И, конечно, я бы хотела, чтобы вы рассказали, как все прошло, сколько спортсменов вы повезли, сколько всего медалей вы привезли? У нас вместе с тренерами поехала делегация 25 человек. Привезли оттуда три золотых медали, две серебряных и две бронзовых. Соревнования проходили, как вы отметили, в городе Сочи на высшем уровне, где принимало участие около 500 спортсменов. Наши спортсмены проявили себя очень достойно. Юношеская молодежная сборная нашей республики в основном выступала там. И они проявили себя очень ярко. Их заметили практически все. Это столько медалей. Это все ваши воспитанники? Это сборная республики. Из моих воспитанников четыре медали. Два первых и два вторых. Дальше одно первое и два третьих. Это других тренировок. Ну и кто у нас золотые медалисты? Золотые медалисты у нас 16-17 лет до 76 килограмм. Мурат Чагаров отвоевал свою золотую медаль. И также в 16-17 лет до 68 килограмм Юсуф Гачаев тоже отвоевал золотую медаль. Хочу подметить, что Юсуф Гачаев в финале встречался с моим же учеником. Они обыграли всех, вышли друг на друга. Даже так бывает? Да. Ну, когда они победили всех, вышли друг на друга и разыграли первое и второе место. Здорово. Участие вот в этих всероссийских соревнованиях что дает спортсменам? Дальше они идут на чемпионат мира? Эти соревнования, они зарегистрированы в едином календарном плане Министерства спорта России. Это очень престижные соревнования, где тот же Юсуф Гачаев выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Он практически выполнил кандидата в мастера спорта, а остальные ребята уже являются кандидатами в мастера спорта. А как таковым отборочным турниром он не считается. Это просто всероссийские соревнования, как мастерские соревнования. Дальше, больше. Как главный тренер, куда готовите сейчас своих юных спортсменов? Хочу отметить, именно юноше 12-13 лет и 10-11 лет. Сейчас вот 21 апреля в городе Нальчик проводится первенство России среди детей юношей, 12-13 лет, 10-11 лет. Вот ближайший старт, мы готовимся туда. А молодежная сборная предварительно пока будет потихонечку готовиться на также всероссийские соревнования Кубок Каспия, которые проходят в конце июня. Одним словом, талантливых каратистов у нас в Карачао-Чешкесе много. Слава Богу, много. Я вас поздравляю с очередными победами, желаю новых побед и спасибо, что утром были у нас в гостях. Спасибо вам. Как в весенний авитаминоз укрепить иммунитет? Дальневосточные деликатесы, богатые жирными кислотами, в этом очень помогут, ведь в дарах моря есть все необходимые витамины. С Камчатки напрямую в Черкесск приехала ярмарка «Дивный дар» с 18 по 23 апреля включительно. В ассортименте рыба холодного и горячего копчения, слабосоленая, вяленая, соленая, икра черная и красная. Впервые в Черкесске открылась ярмарка «Дивный дар», где можно отведать свежую рыбную продукцию, никуда не выезжая. Тем более ассортимент очень богат, среди которого королевский лосось – это чавыча. Немногие про нее знают. Эта красная рыба богата витаминами А, В, С, Д и Е. И еще это чистейшая омега-3. Она приготовлена в нескольких видах. Это чавыча-юкола – вяленая копченая рыбка. Ее вывяливают на свежем воздухе и солнышке. Рацион, насыщенный омега-3 и 6, не только укрепляет иммунитет, но и омолаживает человека. Мы привезли вам рыбку холодного копчения, рыбку горячего копчения, слабосоленую, вяленую и вялено-копченую рыбку. Также у нас представлена тихоокеанская рыбка – это марлин и тунец. Рыбка вся очень вкусная, полезная. Рыбка доставляется у нас рефрижераторами. За счет этого рыбка ни разу не переморожена и долго сохраняет свой вкус. Также нашу рыбку можно замораживать. Дорогие гости, мы будем рады видеть вас на нашей ярмарке. Любую рыбку мы даем попробовать. Можно все продегустировать. Будем рады вас видеть. В Дивном Даре не только помогут выбрать вкусные деликатесы, но и подскажут, как сохранить их пользу на долгое время. Узнать о полезных секретах и попробовать камчатские деликатесы в Черкесске можно с 18 до воскресенья 23 апреля включительно. По адресу Черкесск, переулок Заводской, 3А, территория троллейбусного круга, в районе колхозного рынка. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...